здравствуйте дорогие друзья с вами снова фирма петерсон и я эдвард петер не даже доброе утро вам можно сказать так собак слышит через кем-то общаюсь да и начинает игру покой сегодня отобрал поэтому будет мячик гонять не так страшно я вот о чем хотел с вами поговорить и может быть спросить вас о следующем я понимал что конечно будет снижение интереса канал за счет того что сменилась тем очень сильно естественно что фотографы разочарованы и что нет новых видео по фотографии но я вам скажу так ребята что я давно подозреваю что рано или поздно 3d будет потихоньку вытеснять во всяком случае предметной фотографии пока речь идет только о том что рендеринг и само моделирование занимает довольно очень много времени но я вижу тенденцию к тому что начинает создаваться такие программы как пантер это арена который имеет уже неплохой конструктор другое дело перестраиваться сразу опять на вина что ты опять изучать мне конкретно не хочется но и блендер подтянулся и у него появились такие аддоны которые позволяют тоже довольно таки быстро в два в три клика получать тонна что он уходило 20 то есть идет речь о том что предметной фотографии как бы фотография это последний муж кажется рубеж где фотографии и фотографы еще могут удержать позиции от конкуренции со школьниками с айфонами и поэтому я задумался над этим начал искать такие программы которые помогают создавать ювелирные изделия или предмет ну там часы хорошие допустим да вот вы знаете я сделал гарри поттер вот что дамблдов там накручивалась это крутилась и это мне понравилось но самое интересное что это и вам понравилось я посмотрел по сравнению с другими даже с милыми зверушками ювелирка который я сейчас начинаю делать выходит на первое место как бы вы знаете о том что я не особо озабочен тем что там на канале сколько там денег приносят или сколько у меня подписчиков там сейчас перевалило за 10000 ну хорошо будет немножко меньше тоже не страшно но когда три ипостаси как я говорил который сходится вместе это то что я делаю то что мне нравится а я всегда говорил работать кайф значит не работать это раз второе что у меня появляется все больше и больше тех людей которые заинтересовались этим делом а ночи от сейчас будет очень близко фотографии там используются тоже такие же приемы допустим до отражение цвет и так далее будучи предметным фотографом не это сильно помогает я вижу и чувства и я надеюсь что и тем кого интересно тоже будет как всегда я от вас ничего не скрывая все что новое я нахожу я сразу приносу приношу вам я честно говоря я вам завидую честно я стаскиваю со всего интернета что-то через себя пропускаю вам рассказываю рожу на прежде всего себе конечно да если на себе а потом уже вы это получаете как бы на блюдечке так что веселитесь и третье это хорошо продается на стоках потому что фотографировать просто фотографировать ювелирные изделия довольно проблематично в том плане это и в том плане что это трудно но и в плане того что требуется иногда лицензия очень часто это требует лицензию такие вещи или то что я не знаю но в данном случае ты пишешь перед ключевыми словами и в описании 3d рендеринг то есть что это сделано в 3d и тогда они понимают и догадываются наверное что автор ты мы пока так идет пока я не вижу никаких препятствий то есть я ставлю его забирает сразу и это дает возможность делать так называемый темплейцы заставки для страниц или там каких статей для по теме ювелирных изделий понимаете такое заказать тяжело и мало кто может сделать и дорого будет слишком а купить за 10 долларов там небольшое разрешение картинку это всегда проще поэтому исходя исходя из того что я сейчас сказал я сейчас приостановлю другие проекты которые я даже начал по хардсурфейсу потому что это тоже хардсурфейс это продолжение хардсурфейса и я начну конечно с маленьких азов там как я сделал колечко несколько камушков и так далее буду искать новые возможности для создания быстрого создания таких изделий ювелирных а тем более что и верю что я очень люблю мне нравится и блеск и камни и так далее то есть этим мы с вами последнее время сейчас будущем будем заниматься я надеюсь что вам эта идея придется по душе я уже вижу это да ну если ошибаюсь скажите мне если ошибаюсь скажите ли мы будем знакомиться не только с новыми приемами моделированием но и спины приемами рендеринга есть такой рендер называется кейшот если у вас будет такая возможность в принципе можно конечно в блендере это все тоже делать но там гораздо труднее кейшот это рендер в реальном времени который рассчитан именно на предметную фотографию там нет такой чтобы это вот прям ну реально все выглядело хотя очень близко там есть это красиво выглядело так там подача я это сразу почувствую этого мне это сразу заиграла то есть сделать вот такой как бы небольшое колечко я уже почувствовал что там масса возможности я только начал изучать и я ему буду вам тоже показывать информация как бы есть но немного это же я из нее буду выуживать то что нам потребуется и с вами вместе идти дальше договорились да ну вот я это специально сделал этот видео чтобы рассказать вам о том что вас ждет на канале в будущем хорошо теперь я спокоен теперь вы в курсе и я могу спокойно заниматься своим делом всего вам доброго дорогие друзья с вами была фирма peterson там хвостатая ушастая зубастая я эдвард петер очкастый лохматый пока